Всем привет, друзья! Рад вас видеть на канале ровно, блин, год! Почти год на этом канале не выходили никакие выпуски. Вы думали, всё? Думаете, свернулся канал? А нет! Сегодня, ну, в качестве извинения, я вас всех с собой беру на Марс, на настоящий Уральский Марс. Поехали! Субтитры подогнал «Симон» Ну, а перед началом выпуска, ребят, я хочу вам порекомендовать один дзен-канал с замечательными, я считаю, стихами, добрыми, великолепными, просто на разные темы и про родину, и про любовь. Ребят, это поэзия, это то, что мы должны продвигать, это красиво воспетые чувства людей. Поэтому, ребят, обязательно перейдите на дзен-канал, ссылочка будет в описании. Подпишитесь, ну, либо напишите какой-нибудь комментарий приятный. Ну, а мы поехали на Марс! Друзья, довольно сложный залаз, сами видите, такие довольно высокие отвесные склоны, но, в принципе, найти, где спуститься можно. Я спускался здесь, в принципе, вполне реально спуститься в самый низ, но не везде, не везде. И смотрите, какая тут красота! Просто действительно какой-то марсианский пейзаж. Так, ну, пойдемте спустимся сейчас вот до этого небольшого такого озерца. Тут, блин, капец, как тяжело, конечно, идти. Ну, в принципе, не скользко, тут уже такая красочная панорама, красивая, да? И самое главное сюда приезжать в сухую погоду, потому что, сами понимаете, это глина, то есть можно легко увязнуть, можно провалиться. И даже там, где недавно была небольшая лужица, надо быть аккуратным. Но самое главное не убраться здесь сейчас мне при спуске и вернуться обратно живым. Так, вполне реально тут можно проехаться на сраке. Так что ничего страшного, я к этому, в принципе, готов. Могу в любой момент соскользнуть и хорошенько прокатиться. Так, я даже не знаю, есть ли смысл прям спускаться к воде, потому что эта вода довольно-таки опасна. Так, вот там вот более такой пологий спуск, сейчас там спустимся. Так, для этого нам придется подняться опять. Да, ну, вроде здесь можно более-менее спуститься сейчас будет. Главное не убраться куда-нибудь в расщелину, в этот марсианский пейзаж. Так, потихоньку. Даже, смотрите, какие-то дырки, видимо там кто-то живет. Так, ну, в принципе, вот мы и спустились уже к первому озеру. Вода, конечно, имеет страшный вид. Такая оранжевая, тяжелая, оранжевого цвета. Так, пойдемте еще спустимся пониже. Да и, в принципе, вся глина, смотрите сами, такая пузырчатая, интересная. Там такой вот небольшой островочек есть. Блин, жалко до него не добраться никак. Вот здесь вот уже явно раньше была эта вода. Довольно опасно ступать. Но я проверю сейчас, конечно. Попробуем наступим, может быть здесь. Слушайте, ну, довольно вроде бы стоять ничего. Не, ну, я чувствую, что мягко, но я бы, наверное, не рискнул бы ближе к воде подходить. Потому что все-таки увязнуть можно. Тут даже у нас уже чьи-то следы, конечно, видно. Кто-то здесь ходил. Вот если бы даже сейчас не деревья за моей спиной, то, в принципе, такой марсианский пейзаж бы и был. Но выдает, опять же, голубое небо и зелень, и маленькие елочки, которые растут вот в этой чаче глиняной. Пойдем дальше. Итак, официальное название Уральского Марса этого огромного глиняного карьера Полдневский участок Троицко-Бойновского месторождения огнеупорных глин. Карьер настолько большой, что занимает площадь порядка 70 квадратных километров. Да, и является самым крупным по величине запасов на Среднем Урале. Разрабатывать карьер начали еще в 19 веке, однако объем добычи был совсем небольшой. Настоящая же добыча глины здесь на карьере началась только в 1930 году при постройке Богдановичевского огнеупорного завода. Во времена Великой Отечественной войны завод был единственным поставщиком глины по стране, а на сегодняшний день в Хон входит в тройку лучших заводов. Но где же используется эта глина? В первую очередь она используется в строительстве и промышленности, так как обладает одним очень важным фактором – способностью выдержать высокие температуры более 1600 градусов. Поэтому ее используют в металлургии, при строительстве доменных печей. Однако на дне этого карьера образуются небольшие озера, и они наполняются разными цветами – от голубого до коричневого, даже красных цветов. Такой окрас вода получила за счет высокого содержания в различных элементах, таких как перита, слюды, кварца, марканзита и других веществ. Эти минералы имеют достаточно пагубное воздействие на организм человека, поэтому купание в этих озерах и водах категорически запрещено. Так, ну смотрите, вот я как раз-таки и говорил, что приезжать сюда лучше все-таки в сухую погоду, потому что пейзаж довольно такой интересный становится. Глина трескается на солнце, то есть вода высыхает, и такой действительно марсианский пейзажик получается. Но выглядит это, конечно, так футуристично, даже действительно, как будто ты находишься не на планете Земля. Интересно, очень интересно. Так, ну что, подошли прямо к самой воде. Она просто, блин, такого металлического цвета. Вот кто смотрел мои выпуски из Карабаша, вот сейчас ссылочка всплывет, посмотрите обязательно. Я показывал там такую же воду, но здесь не Карабаш, здесь глина, и вода имеет такой же цвет, просто фантастический цвет, действительно марсианский, только на Марсе, конечно же, нет воды. Но смотрите сами. Друзья, и еще одно озерцо тоже с невероятно красивой водой. Сейчас вот заметил, пока тут ползаю, немножко вам расскажу карьер. Здесь добывали огнеупорную глину, то есть глина, которая под действием температуре 1600 градусов сохраняет все свои свойства. Эта глина, она используется в производстве, в основном там, где нужно доминные печи, то есть высокая температура. Ну и в строительстве тоже, в принципе, эта глина нужна, но сейчас карьер не разрабатывается, карьер закрыт. Карьер действовал, разработка на карьере началась еще в начале 19 века, но небольшими партиями, а сейчас карьер, ну активно карьер начал развиваться в 30-е годы. Здесь был построен завод огнеупорных глин, и началась добыча именно на этом карьере тех самых огнеупорных глин. Сегодня это предприятие закрыто, в принципе, доступ сюда совершенно свободный, то есть карьер никак и не закрыт, не огорожен. Пройти можно и проехать совершенно свободно. Площадь карьера составляет 70 квадратных километров, это довольно много, я это все, естественно, не обойду, это в ту сторону, еще в ту сторону можно идти, очень большой карьер, но показать я его вам смогу. Давайте все-таки сейчас мы с вами полетаем и посмотрим на этот карьер. Поехали! 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 Очень большой карьер, действительно огромный, 70 квадратных километров Я, наверное, даже не все вам показал Замечательные кадры, поставьте лайк, если вам понравились такие кадры Они будут чаще в моих видео А сейчас я вот увидел еще одну лужу Ну как лужа небольшая, только озером-то это даже сложно назвать Тоже такого коричневого цвета Она уже постепенно высыхает, то есть дождей у нас довольно давно не было Вот, и поэтому глина здесь активно сохнет Но в принципе, вид здесь тоже такой неплохой Так, ну пойдемте подойдем к ней поближе Сейчас здесь как-нибудь аккуратненько спустимся Как я уже говорил, хорошо бы не убраться с этой глины Потому что встречаются камушки, на которых таки легко даже поскользнуться Но в целом, в принципе, здесь лазить, бегать очень даже комфортно Но все-таки осторожность надо соблюдать, ребята Бывают места, где лужа недавно подсохла То есть там довольно вязко, я уже немножко наступил в такую Ну не сильно, но не очень-то это и приятно Тут она такой розоватый оттенок даже имеет Не знаю, как это передает моя камера Жалко, конечно, ребят, что у меня не зеркалка Вот, но в принципе Даже такие интересные места И еще одно тоже красивое Довольно уже большое Мне кажется, это самое большое озеро Точнее лужа, которое я сейчас здесь нашел Сейчас я вам его тоже покажу Находится оно чуть дальше, вот за теми дюнами марсианскими Так, ну что, пойдемте посмотрим Друзья, подходим еще к одному небольшому озерцу Так скажем, опа, смотрите, что я тут увидел Местные сатанисты оставили свой след даже здесь Вот так вот Приходят, значит, сюда, на это место, лобное на свое Интересно, ночью тут, наверное, страшно Так, и видите уже это самое озеро Имеет уже такой действительно глубокий бурый оттенок Здесь такое все марсианское, действительно Черное, темное, ужасно Так, глина здесь, она немножко уже такая вязкая Потому что не подсушена Ну, видите, такими пупками даже она собирается здесь Так, а хотел рассказать про воду Почему она именно такого цвета И почему здесь иногда встречаются Довольно такого же цвета коричневого места Вода имеет такой оттенок, потому что в ней большое количество перита, слюды и кварца скапливается Эта вода мертвая, в ней нельзя не купаться Ну, в принципе, я думаю, даже и страшно было бы в ней купаться Потому что сами видите, какого она оттенка Естественно, здесь ничего не водится Никакая неживность Даже если бы здесь все затопило Вряд ли бы здесь смогли бы жить рыбы Но, блин, цвет воды просто фантастический, ребята Такого я видел только в Карабаше Напоминаю, ссылочка в описании на выпуск из Карабаша Буду сейчас выбираться из карьера Потому что здесь довольно-таки жарко Плюс 25 на улице, светит солнце Конечно, это не сильно жарко Но от глины тоже исходит тепло И здесь находиться долго тоже немного тяжеловато Поэтому будем выбираться Ну, еще напоследок несколько красивых кадр Поехали! Наконец-то я выбрался с этого прекрасного места Действительно необычное красивое место вблизи города Богданович С координатой, точной координатой этого места Где я припарковал свой автомобиль Я обязательно оставлю тоже в описании Жарко, очень жарко Много ползать Посмотрите, какая высота То есть и по всем по ним надо будет бегать, ходить Так что, ребята, сразу же берите хорошую обувь Обязательно обувь хорошую Приезжайте сюда в сухой день Хотя бы, чтобы 1-2 дня без дождей было Ну, место действительно необычное Красивое Очень красивое Есть много таких интересных мест Луж То есть, ну, вы сами все видели на видео На этом все Обязательно поделитесь этим видео Ну, подпишитесь на канал тоже Мне будет приятно Выпуски будут в дальнейшем тоже выходить Не буду я забрасывать этот канал Хоть и была такая большая пауза Буду продолжать снимать для вас видео Ну, а на этом все Всем спасибо И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok